Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели, зрители канала РКРП Лайв. Я рада приветствовать вас на нашем выходном подкасте. Я его ведущая Алиса Лапшина, а новости для нас сегодня обозревает секретарь ЦК РКРП Вячеслав Сычев. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Алиса и уважаемые слушатели. Ну что ж, я думаю, что мы без лишних слов приступим к обсуждению, потому что сегодня очень много интересных, таких горяченьких новостей. И начнем мы с обсуждения заявления президента Франции Макрона. Он допустил, что на Украину могут быть отправлены западные войска. По его словам, западные страны, цитата, сделают все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Цитата закончена. Но, между тем, большая часть лидеров европейских стран достаточно критично отозвались об этом заявлении, уточнили, что у них нет никаких ни планов, ни желания отправлять войска на Украину. Даже есть информация от западных СМИ, что украинский вопрос рассорил Макрона и Шольца. И что разногласия между ними перерастают в тоже цитаты нечто вроде открытой вражды. Но при этом сам президент Франции сказал, что его слова в этом заявлении были обдуманы. Так вот вопрос. Зачем такие громкие заявления? То есть откуда они вообще, чем они подкреплены? И почему другие лидеры не поддержали эти заявления и вот так вот критично отозвались о них? Да, Алиса, вопрос интересный. Что на самом деле происходит? Кто вообще заявляет о том, что он готов послать войска туда, где эти войска будут действовать против России, так скажем? А это те самые империалисты, про которых мы, коммунисты, все время не устаем говорить. Франция – это такая классическая, исторически империалистическая страна, которая принадлежит к группе стран, и об этом мы тоже всегда говорим, которые грабят весь остальной мир. Кто такие империалисты? Это горстка стран по Ленину, которые грабят весь остальной мир. И французы, они там всегда были, как только эта горстка сложилась, так скажем. Почему у них там нет единства? Почему одни заявляют одно, другие заявляют другое? Ну, это как, знаете, пауки в банке. То есть вот они вместе грабят, но друг друга они тоже любят, тоже, как сказать, перетягивать одеяло на свою сторону, как еще можно сказать. Они хотят занять место в этой иерархии грабежа более высокое. Понятно, что возглавляют всю эту шоблу Соединенные Штаты, но там есть определенная возможность высказывать какую-то фронту, что ли, там Соединенным Штатам, да, хотя они все Соединенным Штатам подчиняются, и Соединенные Штаты, это главный империалист, он, конечно, не допустит серьезных разногласий. Но на каком-то уровне эти разногласия высказываются, возможно. И вот что еще раз, давайте посмотрим, что это за страна. Вот там есть войска, оружие, там, деньги, и, конечно же, они могут, да, пошлют, не пошлют, это другое, там, открыто, да, пошлют войска. Но то, что они могут, это однозначно. Более того, эти войска уже есть на Украине, эти войска уже есть. Ну как, не то, что они там дивизии прислали свои, да, но там военные советники, специалисты, люди, которые занимаются там разведкой, причем разведкой можно заниматься, находясь на Украине, а можно быть где угодно. Сейчас спутники летают, другие есть средства, и эти данные можно передавать, да, эти данные можно передавать украинским войскам, тем, кто непосредственно воюет, эти данные применяет. То есть это все давно есть с самого начала, причем это есть не с 22-го года, это есть там с 14-го года. Вот почему мы не устаем вспоминать про ту самую Нуланд с печеньками, которые она раздавала на Майдане? Ведь Нуланд и печеньки, это же не просто мем такой, да, вот там идет американская чиновница, высокопоставленная, да, и печеньки раздает. Вот, пожалуйста, там свободный народ вышел там сказать, о своей воле, нет. Все это показывает, что вот этот мем, что за ним стоит, какой смысл, да, что финансовые круги, финансовый капитал Запада был крайне заинтересован в том, чтобы сделать из Украины то, что есть сейчас, сделать его своим инструментом давления на Россию. То есть это было сделано там так, как они хотели, не так, как они хотели, там другой вопрос. Но Украина это теперь послушный инструмент, совершенно не самостоятельная страна, которая и ведет войну полностью за счет средств, предоставляемых из-за границы, и действует именно так самоубийственно для себя, да, как это выгодно из-за границы. И вот эти западные режимы, Франция в том числе, это те самые страны, которые когда-то бомбили Вьетнам, которые когда-то, ну, вот я имею в виду вообще все эти страны, да, под руководством США империалистического, вот эту горскую, они воевали в Корее, они во Вьетнаме, они каким только беспределом и в Корее не занимались. Причем, ведь у них нет каких-то моральных ограничений творить преступления, геноцид. Это, опять же, широко известно. Какие моральные ограничения? Они не будут совершать преступления и геноцид только в том случае, если вот эти политики, которые принимают решения, если это повредит им на выборах, в конкурентной борьбе междуусобной, вот тогда они эти решения не примут. А во всех остальных случаях они эти решения радостно принимают, причем действуют смешно. Ну, вот знаете, известно, американцы применяли во Вьетнаме агент оранж, это такое химическое вещество, которое распыляли лесами, там все живое, там растения гибли, в том числе и люди гибли, и через несколько поколений эти там ужасные болезни передаются. Они сказали, а мы не считаем это химическим оружием. То есть они распространяли, применяли, точнее, химическое оружие, но сказали, но мы его не называем так, химическим оружием. Удобно. Да, веселый способ. И все, пожалуйста, они себя не считают преступниками. Я не убийца, потому что я себя не считаю убийцей, хотя убийства совершаются. Вот такая у них политика. Так ведь и Франция была во Вьетнаме, да? Ну хорошо, кто-то скажет, ну что вы вспоминаете там Вьетнам, Корею? Давайте вспомним недавнюю историю. Мы опять же постоянно говорим, вот я сколько раз участвую в наших даже подкастах, я все время это говорю. А вот недавно были у нас Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Югославию бомбили. И это вот те же самые страны, про которые мы сейчас говорим. Причем где-то они были готовы послать свои войска. Там, где уже генералы противника были полностью подкуплены, и другого способа реализовать свои цели не было, Запад послал войска вот в Ирак, например, да? Или в Афганистан, где, казалось, тоже все схвачено, но на самом деле отхватили-то они, то есть западные, да? Как сказать, те, кто был послан туда, западные войска, были поставлены в очень неприятную ситуацию. Но где-то они действовали не своими руками. Ну вот, например, в Ливии. Запад посылал свою авиацию, а действовали на местах местные деятели, подкупленные Западом, действующие в их интересах. Или, например, Сирия. Вообще классический пример. То есть там какие-то местные повстанцы, так называемые, которые, опять же, полностью спонсируются Западом и информационно поддерживаются Западом. Действуют в интересах уничтожения. Они не просто там режим Асада свергали, они уничтожали страну. Они превращали ее в бандитский вертеп. Все же знают, что тот же самый ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации, это порождение Запада. Ну, это методы у них такие действовать. И то, что происходит сейчас на Украине, почему я так издалека пытаюсь зайти, то, что происходит сейчас на Украине, это все то же самое. Тут мы больше удивляемся тому, что находятся люди, причем некоторые из них считают себя левыми, а некоторые из них считают себя даже коммунистами, которые вот это все не видят. И вот это обобщение почему-то не приемлет. То есть говорят, нет, 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 это как же, это же Россия напала. Смотрите, это Россия агрессор здесь. Мы, коммунисты, РКРП, относимся к российскому буржуазному режиму, как могут относиться коммунисты к любому буржуазному режиму. Очень критически, да? Мягко говоря. Но мы понимаем, что в этой ситуации на той стороне самый настоящий, ну не просто империализм, а фашизм. И мы здесь готовы идти на компромисс, понимая, что вот сейчас Россия с кем воюет. И цена вопроса, вот если Запад, тот же самый Макрон, потерпит поражение, они потеряют какие-то прибыли, какие-то финансы, какое-то влияние. Ну вот, кстати, вчера я новость прочитал, что глава МИД Франции, Сижурне, фамилия, боюсь, правильно или неправильно я произношу эту фамилию, вот он сказал примерно так, что победа России на Украине обернется крупными финансовыми потерями. То есть Россия станет контролировать большую часть рынка пшеницы. То есть это вот, для него это ужас-ужас, как бы, да? Ну, что такое рынок пшеницы, это тема отдельного разговора, конечно, да? Но какая цена поражения для России здесь? А цена поражения – это стать зависимой страной или стать группой зависимых стран. То есть мы же знаем, что платные, так называемые хорошие русские, которые сейчас находятся на Западе, да? Они давно продвигают эту тему, называют ее, там, деколонизацией, ну, в их... То, что они это так называют, это слово нужно брать в кавычки. Они говорят о том, что Россию нужно разделить на часть. Они прямо об этом говорят. Их финансирует Запад для того, чтобы они это говорили. И они это говорят. Ну, понятно, как это реализовать, они не знают пока еще, да? Но за ними стоит вот тот самый Запад с теми самыми авианосцами, бомбами. И если западный политик говорит, что мы теперь открыто будем свои войска посылать, не будем их там называть своими советниками, а просто открыто будем туда посылать, к этому стоит прислушаться. Они готовы на все. И у них нет никаких моральных барьеров, я об этом уже сказал, да? Чтобы проводить геноциды, чтобы там бомбить. У них это все пройденный этап. Это традиция, так скажем. Ну, вот такая ситуация. А то, что это повышает риск атомной войны, самый настоящий, ну, да, они это тоже понимают, видят, но, наверное, не до конца понимают, видят. Страдать-то будет кто? В конце концов, эти политики надеются, что они отсидятся в бункерах своих. А страдать-то будут люди. Хочет ли французский народ умирать? Причем даже на своей территории, если речь идет об атомной войне. Наверное, нет. Но вся настоящая оппозиция, к сожалению, сейчас это происходит везде, и в России, и на Западе. Настоящая, я имею в виду, антикапиталистическая оппозиция. Та, которая действительно выступает за социализм, за то, чтобы отказаться от капитализма окончательно. Вот это настоящее, противостоящее капитализму, вот эти силы, они сейчас находятся в загоне, и, к сожалению, пока не сконцентрировались для настоящего выступления. Да, ситуация не очень радужная. Так вроде все звучало снова как, не знаю, какие-то выкрики с трибуны, может быть, пугалки. Но если разбираться... Спасибо большое за такое подробное объяснение, потому что, на самом деле, без вот этих вводных не так понятно, ну, вот как бы суть этой новости. А сейчас совсем по-другому. Да, да, Лиса, тут, ну, о чем говорить? Какие выкрики? Они ведь уже поставляют оружие, которое стреляет и убивает. И каждый раз казалось, ну, нет, ну, это-то они не сделают, это же такие миролюбивые западные страны. Ну, вот как они представлялись там, да, вот в умах либералов или каких-то, я не знаю, там, эльфов, так называемых, да, которые смотрят с капающей слюной на Запад. Ну, нет, это же такие прекрасные страны, они так не могут поступить. Да могут и все время поступают. А если кто-то это не видит, то это он дурак, это он слепой и не видит, что эти страны занимаются самым настоящим грабежом. Причем там, где могут, они опутывают финансовыми, какими-то своими, да, вот, средствами порабощения. А где могут, где ситуация позволяет, то вот у них есть эти авианосцы, авианосные группировки, там, вооруженные силы, они действуют всегда без зазрения совести. Ну что ж, да, будем дальше, конечно же, продолжать следить за ситуацией. И ничего, ничего не уйдет от нашего зоркого глаза и слуха. Дорогие слушатели. Ну что ж, а я предлагаю немножечко отключиться от того, что происходило за рубежом и переключиться на то, что происходило у нас в стране. А у нас в стране, конечно же, было послание Владимира Владимировича Путина федеральному собранию. Сказано было много, запланировано тоже. Там и поднятие МРОД, и продление семейной ипотеки, разные национальные проекты, например, кадры, мне очень понравился, который призван ликвидировать нехватку кадров, раз уж демографию поднять не удается. Также, конечно, Путин подчеркнул недопустимость притеснения бизнеса со стороны правительства, как же без этого. Ну и в завершении послания Владимир Владимирович поблагодарил россиян за солидарность и надежность. Мы сделаем все, как хотим и мечтаем, сказал Владимир Владимирович. Я, конечно, безумно люблю слово солидарность. Лишний раз его использовать, честно говоря, даже не хочется, настолько нам вызывать нехорошие ассоциации. Но, Вячеслав, что бы вы могли отметить интересного в этом послании? И что, на ваш взгляд, действительно может повлиять на будущее нашей страны? Ну, внутри, да, конкретно? Да, вопрос понятен, Алиса. Что можно в самом начале об этом сказать? Это то, что президент Российской Федерации любит и умеет хорошо говорить. И, кстати, многие комментаторы, многие люди вот это отмечают, что смотрите, как он ярко, уверенно произносит слова. Не то, что эти тряхлеющие американские политики, смотрите, как он посмотрел, как он эмоционально там что-то подчеркивает. Да, этого не отнять. Это действительно важное качество, наверное, любого политика. Уверенно говорить, произносить речи. Но просто нужно видеть, что за этим стоит. Политическая система России это одна из наших опор. Солидарность. Вот эти слова звучали. Но солидарность кого с кем? Ну, вот встает вопрос. А что было недавно? Давайте с одной стороны чаши весов держать вот эти слова про солидарность, про Россию, которая там, наш общий дом, которая политическая система, это вот наша опора. Причем опора всех. И олигархов, и миллионеров, и креативных жителей столиц, и простых работяг по всей стране. То есть мы все вместе должны якобы солидаризироваться. Ну, а что у нас происходит в стране? Вот была пенсионная реформа, например, в 2018 году. А что такое пенсионная реформа? Это ухудшение жизни для олигархов? Это ухудшение жизни для тех, кто является людьми доллара, кто про рубли говорит про сотни тысяч ежемесячных доходов. Не одну сотню, а многие. И то, что такое 100 тысяч туда, что 100 тысяч сюда. Для них это могут быть копейки. А для большинства людей, для тех, кто работает от зарплаты до зарплаты, пенсия – это важная часть жизни. И что такое пенсионная реформа? Это обрушение жизненного уровня для большинства. Причем не только для самих пенсионеров. Это же ухудшает для трудящихся ситуацию на всем рынке труда. И вот она ухудшилась. Вот эти пожилые люди, которые могли уйти на пенсию, которые квалифицированные специалисты, они теперь на пенсию несколько лет не уходят. И молодые люди, которые являются самой бесправной категорией на рынке труда, и их ситуация тоже ухудшается. Мы даже просто можем за скобки даже выводить, не выводить тот самый вопрос, что человек мог уже получать пенсию, а теперь он должен работать и продолжать отчисление в пенсионный фонд. И не все до этого момента перехода на пенсию доживут. Это все было реализовано в 2018 году. То есть где здесь солидарность? Кого с кем здесь солидарность? Трудящихся, чьи положения ухудшилось, и капиталистов, чья возможность получать прибыли, эксплуатировать, наоборот, только подскочили вверх. А как же народное достояние, которое приватизировалось, приватизировалось, прикарманивалось определенными слоями нашего общества, а трудящийся народ, доступа к этому народному достоянию только лишались все это время? Кому принадлежат эти предприятия, заводы, фабрики? Кому угодно, только нетрудящимся, которые не имеют своего слова даже в этих акционерных обществах теперь. Ну, вот кто уничтожал вот этот, разрушал социализм, то есть возможность трудящихся не просто участвовать, а быть главной категорией населения, в чьих интересах все происходит и которая руководит. Курс на ограбление народа в виде приватизации, он принимался в определенных кругах, и эти круги продолжают править. У нас не произошло в стране какой-то революции. У нас те же самые круги, которые разрушали социализм, они продолжают править и сейчас. Просто обстановка изменились, обстоятельства изменились. Вот тогда они прямо заявляли о том, что в рынок впишутся не все, и это правильно, и это хорошо, что там совковые, так сказать, поколения, ну в кавычке, это очень такое издевательское слово в отношении советских людей, да, вот они его тогда не стесняясь произносили, и они говорили, что вот эти поколения должны вымереть, и что народятся новые люди, которые будут там строить капитализм, и понимать капитализм, и им будет нравиться капитализм. Но вот сейчас ситуация такая, что вот эти правящие круги, словами человека, который является их лидером, этих правящих кругов, заявляют о том, что нужна солидарность. Ну, даже не знаю, что на это ответить. А какой солидарность? Ограбленные люди должны сказать. Ну да, вот теперь нас, наверное, услышат, нас теперь поймут. Ну, хорошо, рождаемость, да, вот про рождаемость сейчас модно говорить, и резидент этому тоже немало уделил внимания. И причем действительно там могут вводиться какие-то льготы, и про шестого ребенка, и про третьего, и про многодетные семьи говорится. Ну, давайте мы вернемся к той же самой молодежи, к тем людям, которые все не решаются родить хотя бы первого ребенка. Вот какая их ситуация? Вот почему они должны начать рожать? Если рождение ребенка, их жизненный уровень сразу же обрушает просто, до плинтуса обрушает. У них нет никаких условий. Молодежь это самые бесправные сейчас люди. Они выходят на рынок, да, рабочие места, кстати, есть, и говорят, вот смотрите, рабочих мест стало много, но, знаете, капиталисты будут всегда платить самую минимальную зарплату, которая обусловлена текущей конкурентной ситуацией. И если нет какого-то давления со стороны трудящихся, то эта зарплата будет всегда нищенской. А что у нас происходит сейчас с профсоюзами, с теми организациями, которые и могут давить как раз со стороны трудящихся на тех людей, которых работодателями принято называть? Профсоюзы сейчас считаются, ну, такими, чуть ли не экстремистскими организациями. Если рабочие на каком-то предприятии организуют профсоюз, на них начинают давить все. Ну, понятно, администрация самого предприятия. Их начинают там подлавливать на каких-то ошибках, юридических нюансах. Потом в дело вступают там, не знаю, там суды, прокуратуры. Сколько профсоюзов не прошло эту стадию? Причем надо отдать должное. Российские трудящиеся не сдаются. И попытки создать профсоюзы происходят постоянно по всей стране. Но вот эту качественную границу, первоначально создание профсоюза, далеко не все переходят. И на работодателя получается, ну, это слово всегда нужно брать в кавычки, опять же, со стороны трудящихся давить некому. Если вы дадите людям качественное образование, причем бесплатное образование, и такое образование, которое связано с народным хозяйством, не просто какой-то дипломчик, и давай, иди, все, вот рынок труда, и там уже там работа, и кем хочешь. А такое образование, которое действительно затребовано на предприятиях, на производствах. Дайте людям защищенные профсоюзом рабочие места, так что их там по беспределу не уволят, так что люди могут заявлять о том, что, знаете, на эту зарплату не прожить, давайте-ка мы ее там повысим, и коллективный договор примем. То есть вот дайте людям такие рабочие места, то есть уверенность в том, что и через год, и через пять их ситуация не ухудшит, в любой момент их там не вышвырнуть с работы. То вот ситуация поменяется, и с рождаемостью тоже. Ну и, конечно, речь еще о жилье. А что такое жилье? Ну вот я знаю людей, которые взяли ипотеку, и все. У них жизнь теперь распланирована на много десятилетий. Вот эта кабала. Возьмите там ипотеку на 30 лет, и ваша жизнь станет понятной, совершенно стабильной, так скажем. Даже на больничную идти будет страшно. Что будет с выплатами по этой ипотеке? Вот кто решается рожать детей в этой ситуации? Человек 20+, ну там 21-22, вот встречаются, там мальчик, девочка. Если они женятся и в таком возрасте рожают детей, то сейчас говорят, ну это ребята вы даете, вы на ноги-то сами встаньте. Если мы посмотрим на наших мам, пап, советских, там было принято рожать в 20-21-22, это было нормально. И не было какой-то проблемы с жильем катастрофичной. Жилье они всегда получат, а потом встанут в очередь и получат еще уже соответствующее количество членов семей, так скажем. Причем не даром получат. Они являются работниками в этом народном хозяйстве, в этой экономике. Они работают, они отдают свои силы и общество, и общество их обеспечивает самым необходимым, в том числе и жильем. То есть это нормально. Вот это и есть социализм. То есть не даром вам все дают, потому что вы являетесь работниками, и вы молодые люди, у вас большая перспектива, вам и рожать нужно, вам и семью обеспечивать, причем не только едой, там, самым необходимым, да. Нужно же восстанавливаться и культурно в том числе, и иметь какой-то досуг, да. Причем этот досуг тоже должен стать частью производительных сил, так скажем. Вот этого всего сейчас, конечно же, нет. Молодые люди, как я возвращаюсь, да, они бесправны. С чего бы они будут, с чего бы они рожали, там, в 21-22. Сейчас люди создают семьи и рожают детей, там, после 30. Вот это сейчас понятно. А многие вообще не понимают, зачем рожать. Вот родишь ребенка, и у тебя появляется куча проблем. Зачем рожать? Вот для чего это делать? Ну, потому что традиция такая. Так вы создаете условия, чтобы у людей не обрушался уровень их, там, жизни с рождения времен, и тогда действительно будут рожать. Ну, вот на эти вопросы, к сожалению, президент не ответил. Да, много красивых слов, программ, какие-то из них даже работают, эти программы, но в целом вопрос не решается. Так что, ну, вот, государство буржуазное, и вы можете, там, что угодно делать, да, а есть определенные круги, слои, которые, вот из этого всего, из этого сложного, там, международного положения, из этого сложного внутреннего положения, пытаются не действовать, ну, в общее благо, а пытаются получать прибыль. То есть, если люди владеют заводом для того, чтобы получать прибыль, а не производить вот эту продукцию, чтобы не обеспечивать, и не для того, чтобы обеспечивать работников, да, именно средствами к жизни, а для прибыли. Ну, вот они и делают все для прибыли. Захотят, распродадут этот завод, раздербанят по частям. Вот это все и происходило у нас последние 30 лет. Какие-то заводы трепыхаются еще, какие-то нужно восстанавливать, а какие-то уже невозможно восстановить. Вот эти олигархи, миллионеры, люди, которые к доллару, да, направлены, приобщены, они себя чувствовали вот все время хорошо, там, то лучше, то хуже, у них есть свои интересы, но их интересы явно противостоят интересам трудящихся. И здесь речи не идет о том, что трудящиеся должны с радостью там броситься там на любой клич, на любую амбразуру, которую эти капиталисты предоставят. У трудящихся есть свои интересы, и рано или поздно их голос все равно прорвется. Причем прорвется так, что всем мало не покажется. И почему вот они этого не понимают? Ну, они не обучаемы, в принципе, можно сказать, да. Ну, давайте дальше продолжать призывать к солидарности, не обеспечивая это ничем. Ну, посмотрим, что будет дальше. Причем трудящиеся, наученные горьким опытом действуют, бывает, ну, намного решительно, чем не имея этого горького опыта. А вот нынешние события, это, смотрите, все нарастающий горький опыт, в том числе вот то, что происходит сейчас на Украине. Не видеть этого могут только слепые политики, и к сожалению, таких сейчас очень много. Да, что ж, не очень тешительные слова, но, с другой стороны, все закономерно, и ничего другого ожидать-то и не приходилось, конечно же, но обязательно надо было еще раз подчеркнуть все то, что вы сказали, Вячеслав, поэтому спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Вот, а мы движемся к третьей новости, но она такая более из разряда теории заговора, хотя, не знаю, может быть, вы сейчас и размечаете это мое представление о ней. Итак, высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту, заявила Маргарита Симоньян. Это произошло в день, когда Шольц утверждал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. Более того, на записи немецкие военные раскрывают присутствие на Украине американцев и британцев. Говорят, что они давно напрямую участвуют в конфликте, подчеркнула Симоньян. Я не нашла никакой информации про то, откуда эти источники у Маргариты Симоньян. Вот, так скажите мне, Вячеслав, пожалуйста, стоит ли верить правдивости источников этой информации? И если да, то тогда на что эта информация может повлиять? Ну, да, тоже интересный вопрос. Сейчас тоже все это обсуждают, это популярная тема. вот сейчас, любой, прямо сейчас можно включить любой новостной какой-то портал, и там эти немцы со своими высказываниями будут везде буквально. Но, насчет правдивости, ну, если бы существовали, существовала какая-то возможность действительно опровергнуть это, вот эти вот высказывания, да, вот эту утечку, подлинность этой утечки, то, конечно же, с этого бы сразу и начали, что, ну, смотрите, там Россия сфабриковала какую-то, какую-то поделку. Но, откуда это у Симонян, ну, тоже понятно. То есть, вот те самые элиты, про которые мы говорим, там, да, буржуазные, но это же не просто, там, ведомственная, там, да, вот, подчиненность, там, иерархия в государстве, да, понятно, понятно, что вот этот RT, да, или как там Russia Today, там раньше называлось, да, и вот это агентство Спутник, там, да, это все, вот руководство этих агентств, оно, конечно же, очень тесно связано, там, с российскими политиками, чиновниками, которые получают информацию от разведки, если нужно организовать, ну, какую-то, там, утечку или опубликование каких-то разведданных, то, ну, вот это самый прямой канал, поэтому, откуда у Симонян, там, эта информация, тут даже, мне кажется, вопрос не стоит. Теперь, по существу о том, что там говорили, ну, опять же, о том, что иностранные военные участвуют, плотно вовлечены в дела, там, на Украине, ну, опять же, не секрет, это, всем давно известно, и трупы этих военных уже там неоднократно мелькали в каких-то сводках, там, с происходящей войны, но сейчас ведь речь идет о том, что эти военные, это хвост, который пытается вилять собакой, то есть вот есть государство, там у них есть, в каждом государстве есть какое-то военное министерство, есть военные, которые должны выполнять приказ, а есть еще такое явление, опять же, это западное явление, да, на западе это явление ярко себя проявляет, военщина, такое слово есть, что такое военщина, это какие-то правящие круги, в том числе военные, которые для решения вопросов внешнеполитических, да, чаще всего предлагают именно, там, ну, наиболее, там, жесткие силовые, так сказать, пути решения, да, а для чего им это нужно, ну, они повышают этим свою значимость, они получают больше финансирования, там, капиталисты получают заказы военные, генералы выходят из тени и становятся, там, политиками влиятельными, то есть вот эта военщина, она как была, так и существует, например, вот роль военщины в фашистской Германии, та же самая Германия, но только ее отмотаем, давайте назад, да, вот там, сейчас она все так же империалистическая, ну, там, наверное, пока еще не фашистская, да, так вот, так вот, когда Гитлер планировал свои захватнические, там, да, походы, на все близлежащие страны, военные потом оправдывались, но мы же просто, вот, исполнители, там, злой воли, мы работаем, там, на своих должностях, нам приказали, там, давайте завоюем, там, Польшу, мы ее завоевали, а мы сами-то и не знали, хотим мы ее завоевывать, и нет, мы, мы тупо выполняли приказ, все это лукавство, и ложь, и даже на Нюрнбергском процессе над нацистами, да, об этом прямо было заявлено, что, ребята, вы таким образом не отвертитесь, у вас тоже рыло в пуху, вы такие же военные преступники, и такие же, там, убийцы и грабители, как и те, кто отдавал вам ваши преступные приказы, и вот эта традиция, там, сохранять военщину, она до сих пор в силе, военщина имеет большой вес, и в Германии с тех пор, по сути, ничего не поменялось, политики там что-то, публичные политики там что-то заявляют, а за их спиной военщина плетет какие-то козни, сдвигая ситуацию к тому, чтобы конфликт стал более там кровавым, более горячим, ну, вот такая, кстати, роль Германии, да, вот кто-то на Германию еще недавно даже смотрел, ну, как же, это же совсем другие немцы, это же наши торговые партнеры, смотрите, как у нас, какая у нас там дружба, сколько у нас общего, нам нужно дружить, нам нужно не воевать, ну, вот теперь посмотрите, какие силы созрели в этой Германии, и что они там обсуждают, они обсуждают атаку на гражданскую инфраструктуру, то есть атаку на мост, по которому в этот момент будут ехать, я не знаю, автобусы с детьми, поезда пассажирские будут ехать, то есть это все, издержки, это вот мы возвращаемся опять же к первому вопросу, который обсуждали там про речи Макрона, то есть вот эти военные, они готовы на это все пойти, они пойдут на это, кроме того, они будут сдвигать ситуацию, вот именно к этому, сдвигать, их роль в дележе пирога, бюджетов серьезно повысится, если они смогут реализовать вот эти свои цели. Так что говорить о том, что это все выдумки, совершенно безосновательно, и военщина всегда влияла на ситуацию, вот западная военщина всегда влияла на ситуацию, именно в сторону эскалации, и всегда последняя отказывалась от какой-то эскалации. И вот эти западные политики, которые, ну их как-то принято называть, ястребами, они как раз выразители, публичные выразители, как раз вот интересов вот этой военщины, помните, был такой сенатор Маккейн в Америке, который был такой ястреб-ястреб, там все время призывал к силовому решению, давайте уже бомбить, что тут обсуждать. Вот такие ястребы, они есть всегда, иногда они на вторых стараются стоять, там в ролях на третьих, но иногда они прорываются в первые ряды, и теперь давайте представим, что в Германии сейчас сменится публичное политическое руководство, и это руководство будет искать, а кто там у нас готов войну-то, по нарастающей развивать, а эти генералы скажут, так вот, 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 вы что не помните, у нас уже планы готовы, вот, пожалуйста, план атаки на мост, вот, план атаки на склады, они уже готовы это делать. Понятно, что они могут там пытаться делать это чужими руками, но планирование и разведка, это тоже часть войны, и они ее обеспечивают уже сейчас, уже сейчас обеспечивают. Поедут ли они сами туда, вот, под пули, под снаряды? Ну, наверное, им бы не хотелось, хотя, ну, есть, там, буйные, да, которые готовы и умирать за эти свои, там, фашистские, да, интересы, так скажем. Да, вот, бомбить города для них, это, ну, нормально. Причем, вот, смотрите, ну, Палестина сейчас, да, у всех на глазах Палестина. Израильская военщина, израильские, там, можно сказать, даже фашисты, тут, если признаки начать перечислять, да, вот, правящие круги, они просто бомбят города, в которых проживает мирное население. То есть там, ну, уже про убийство детей многие говорят, что там счет на многие тысячи идет, даже только детей, а, там, женщин, стариков, давайте тоже посчитаем, почему их тоже не считают. И вот это, вот это действие израильской военщины, ну, ну, да, ну, ребята, ну, вы там сильно перегнули палку, как бы, ну, как это воспринимается? Ну, кто-то, конечно, протестует на Западе, да, но те, кто протестуют, они не имеют серьезного веса. А те, кто говорит, ну, конечно, ну, что-то вы слишком, там, да, ну, разбомбили, ну, вот, могли бы бомбить, но помягче, там, да, вот. То есть, ну, о чем это говорит? Да они и сами готовы бомбить. Вот если это преступление будет, возможно, от всех скрыть, они его совершат, ну, вот, совершенно без всякого зазрения совести. Обсуждать бомбардировки гражданских объектов, да, конечно же, они готовы. Они готовы не только обсуждать, и кнопки нажимать готовы, и ракеты эти обслуживать, запускать. Они готовы это все делать в интересах своего капитала, в своих собственных, там, гнуслых империалистических интересах. Они будут это делать. И если у кого-то, опять же, были розовые очки, что таких людей на Западе вообще-то быть не должно, ну, эти розовые очки либо пора снять, либо пора признаться в том, что смотрящие через розовые очки вообще ни черта не понимают в современной политике, в современном мироустройстве. И что все народы, которые оказывают сопротивление вот этому империализму, даже несмотря на то, что в этих странах там самих, может быть, какой-то не совсем прогрессивный режим, эти народы правы. Оказывать сопротивление империализму могут не только страны, у которых там красный флаг, коммунистическая партия во главе стоит. Все должны оказывать сопротивление. И я не устаю вспоминать даже вот слова Че Гевары, да, чтобы победить империализм, нужно два-три много Вьетнамов. Один Вьетнам империализм может быть, да, как-то вот там обеспечить кадрами, ресурсами и всем остальным. Да, если этих точек будет много, то империализм надорвется. Вот сейчас таких точек, можно сказать, несколько. Конечно же, Украина – это самое яркое. Но всем, кто пытается уничтожить империализм, хочется пожелать удачи в бою, удачи в делах. И мы, Российская коммунистическая партия, ну, по силам, что можем, тоже будем делать вот в этом, в этой общей антиимпериалистической борьбе. Хотя мы не забываем, да, хотя мы не забываем, да, что наша цель – это социализм. Но важным условием построения социализма является уничтожение вот этого империалистического лагеря или вот этого империализма. Все. Ну что ж, на этой отрезвляющей и ободряющей, в том числе, новости, точнее, заявления, ноте, мы закончим наш сегодняшний подкаст. Огромное спасибо, Вячеслав, за такое подробное и наполненное объяснение и ваши комментарии. Спасибо. Спасибо, Алиса. Спасибо всем, кто нас слушал. Дорогие слушатели, оставайтесь с нами, ставьте лайки, пишите обратную связь в комментарии, в комментариях делитесь видео с теми, кто интересуется политикой и не только. И мы прощаемся с вами только до следующей недели. До свидания. До свидания.